Узбекистан всегда был и остается одним из ключевых торговых партнеров Ульяновской области. За последние три года общий объем товароборота между регионами вырос в четыре раза, а прямой экспорт увеличился на 300%. Несмотря на задержку самолета, официальная делегация из республики Каракалпакстан смогла провести встречи как с представителями правительства Ульяновской области, так и с бизнесменами. На встречах обсуждали важные вопросы, такие как развитие торговли, промышленности, туризма и культурного обмена. Уверен, что наша встреча придаст новый импульс развитию взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества, позволит нарастить прямой товарооборот между нашими регионами и упрощить весь комплекс наших двусторонних связей. Ульяновские предприниматели экспортируют в Узбекистан минеральное топливо, каменные мойки и раковины, сукно, фурнитуру для окон, линолеум и мягкую мебель. Также на экспорт отправляются картон и другие товары. Одно из самых перспективных направлений для развития внешнеторговых отношений между Ульяновской областью и Узбекистаном – легкая промышленность. В плане развития отношений с Россией по итогам прошлого года внешнеторговый оборот Коралл-Пахстана с Россией превысил 96 миллионов долларов. Численность предприятий с российским капиталом Коралл-Пахстана выросла почти три раза. Обе стороны открыты к сотрудничеству на взаимовыгодной партнерской основе. Незадействованного потенциала еще много. В планах – создание регулярных межведомственных рабочих групп по различным направлениям. На встрече присутствовали профильные министры и руководители ведомств. Обсудили, как укрепить и развить сотрудничество в своих областях. Сегодня мы в Ульяновской области хотим подписать меморандумы, договора на экспорт-импорт. Конечно, нас интересуют картошки, плодовочные продукты Российской Федерации. Соответственно, и мы будем импортировать, чего у нас не хватает. И свежие фрукты из Узбекистана мы поставим в Ульяновский рынок тоже. Делегация из Узбекистана побывала на территории портовой особой экономической зоны. Им продемонстрировали производство товаров из древесно-полимерного композита и поделились опытом нашего региона в использовании инфраструктурного бюджетного кредита, благодаря которому на территории пояс создаются новые предприятия.